Аналитики Института изучения войны сообщают, что по их данным, украинская армия за последние несколько дней освободила почти 17 квадратных километров в районе Бахмута. Украинский генштаб в официальной сводке пишет только о продолжении боев на этом направлении и количестве отраженных атак противника. Пригожин тем временем рисует на карте районы, откуда уже выбиты его бойцы и моделирует планы сил обороны Украины. Что сегодня происходит на Бахмутском плацдарме, разбираемся в этом видео. Это самые свежие кадры разрушенного российской армией украинского Бахмута. Их опубликовала у себя на странице 24-я бригада имени короля Даниила. По словам командира подразделения с позывным «Принц», ракетные и авиаудары не утихают ни на минуту. Каждый метр города сейчас под артобстрелом. Ситуация на Бахмутскому напрямку продолжает быть в крайне сложной, несмотря на то, что есть реальные успехи. Если говорить о своем городе, то оно почти существенно уничтожено. Там уже, как говорят, ледко цеглина на цеглине где-то лежит. Что касается флангов, то эти клешки, которые мали сжати, стиснути Бахмут с півня и с півночей, они сейчас троих разжаті. И нема уже такого, знаете, негайных рисков, что прямо сейчас через пів години они сядут на броню и отвергают логистические артерии от Бахмута. Пока украинские военные осторожно говорят об успехах под Бахмутом, российская Минобороны сообщает о гибели двух полковников-командиров. А Пригожин в золотых очках и с умным видом рассказывает, где у Минобороны в очередной раз может посыпаться фронт. Первые пару минут своего очередного видео-шедевра он держался без мата, потом перешел на привычный язык. Вот эта точка была под нашим контролем. То, что сейчас, извиняюсь за выражение, про*** военные раз кусок, два кусок, три кусок и четыре кусок. Что это значит? Это значит, что противник сегодня планирует следующий удар. Дальше Пригожин еще минут 15 усиленно тычет в карту и рассказывает, откуда на него готовится нападение. Это означает, что мы сейчас занимаемся высоты вокруг Бахмута с певденно-захидной и с захидной стороны. Те высоты, которые были под огневым контролем врага, сейчас они находятся уже под контролем не только огневой силы обороны Украины, а еще и фактически силы обороны Украины перебывают там. Какие перспективы дальше, я абсолютно уверен, что ближним часом и в межах украинского великого контрнаступа. И на наступальных действиях Бахмут будет звільнен, и россияне, замученные, будут утекать звезды. Не об этом ли в своем письме Сергею Шойгу написал Пригожин? Как зафиксировано в сообщении пресс-службы Вагнера, 13 мая сотрудник ЧВК попытался передать личное письмо Пригожина министру обороны. Почему не передал, пресс-служба не уточняет. Разбираться в хитросплетениях коммуникаций кремлевских подопечных та еще головоломка. Но они уже явно переигрывают. Но при этом, проигрывая на подступах, из самого разрушенного Бахмута не уходят ни вагнеровцы, ни регулярные части. В самом населенном пункте идут ожесточенные бои. В западных кварталах этого населенного пункта идут столкновения с одной стороны между частной военной компанией Вагнера, которая действует при колоссальной артиллерийской поддержке российских оккупационных войск. Россия также активно использует авиацию, в том числе те самые штурмовики и бомбардировщики, которые запускают по нашим оборонительным позициям так называемые КАБы, управляемые авиационные бомбы. Крайне опасное оружие, которое действует с ювелирной точностью и, соответственно, приводит к серьезным разрушениям. Безусловно, украинская армия вынуждена маневрировать, перемещаясь от точки к точке, таким образом, чтобы создавать минимальные риски для украинских воинов, которые ведут оборонительные бои в Бахмуте. Ну а в телеграм-каналах российских так называемых военкоров, большинство из которых считаются прикормленными лично Пригожиным, с утра 14 мая разгоняется истерика по поводу окружения украинской армией подразделений федерации, находящимися сейчас в Бахмуте. А что думаете вы? Пишите ваше мнение в комментариях и подписывайтесь на наш телеграм-канал «Дежурный по Донбассу», чтобы первыми узнавать о событиях на востоке Украины.